Персональная выставка Елены Виноградовой продолжила начатую в минувшем году серию экспозиций педагогов учреждения. Вернисаж открыл творческий год, задав всем самым хороший ритм развитию художественного движения в городе. Посмотреть на работы учителя в этот день пришли, конечно же, коллеги-педагоги, а также ученики школы. Учителя, конечно, стараются хотя бы раз в года три-четыре, иногда в два у кого-то получается, персональную сделать. Иногда это бывает групповая на несколько человек. То есть все стараются работать. Милые штучки вобрали в себя все лучшее, что окружает человека в его повседневной жизни. Это и любимые предметы обихода, и удивительные пейзажи, и небольшие зарисовки. Одним словом, то, что дарит каждому из нас ощущение удовлетворенности и спокойствия, что привносит гармонию и вдохновение в будни и праздники. Да, выставка выглядит как ассорти немножко. Есть работы маслом, есть акварелью, есть акрилом, графикой. Есть смешанная техника. Ну, еще я сама по натуре человек такой, что я люблю работать немножко разнопланово. Надоела акварель, я берусь за масло. Надоела масло, я что-то увидела интересное, берусь за графику. То есть люблю работать, экспериментировать, где-то смешивать технику. Ну, наверное, еще работаю для того, чтобы усовершенствовать себя, потому что учитель, он сам по себе должен немножко работать над собой, чтобы не застаиваться творчески. Выставка Елены Виноградовой смогла раскрыть художницу, продемонстрировав ее мир, где есть место совершенно разным внутренним стихиям, разным техникам, разным жанрам. Все на выставке находится в удивительной гармонии. А это еще одно подтверждение тому, что так же тепло и светло в жизни Елены Виноградовой здесь и сейчас. Художница постоянно стремится к самосовершенствованию. Во многом источником вдохновения для нее являются дети, те, кто каждый день приходит на ее творческие уроки. Именно они, начинающие мастера кисти, могут подсказать или натолкнуть на главное, на идею. Для художника самое главное – это идея его работы. Если идеи нет, работа не получится. Сначала она вынашивается в голове, потом идут зарисовки, какие-то, возможно, фотографии, каких-то предметов, которые не совсем понятны визуально. А только потом оно складывается в этой работе в общем.